И вот Александр Донн, вот что я хотел особо разобрать, значит вот он как раз пишет Я в шоке, 25 лет назад считал вас соратником, продолжателем дела Шелтона, Брега и других великих русских и зарубежных натуропатов Лет 10 назад увидел вас в программах Московского ТВ и сразу все понял, это жалкая попытка сделать из себя, что уменно привела к потере принципов и полной деградации Это уже тогда! Вам не стыдно про свои салаты от запоров или любой ценой надо зарабатывать на рекламе? Вспомните, что писали в своих пяти томах, я их купил 25 лет назад и ценил вас как продолжателем дела великих гигиенистов Теперь слушая ваш суконный язык, возникает сомнение об авторстве Салат от запоров, в котором гремучая смесь некоторых видов белков, майонеза и прочее Шелтон-рабу перевернется Вы предали дело учителей, теперь по-нищенски просите перечислить вам деньги за ложь Обращаясь к девушку, которая цитировала гуру Купите книги Шелтона, голодание спасет вашу жизнь Пусть она стоит настольная, действуйте и забудете дорогу к врачам Я еще разок пересмотрел это видео Хвалиться самому, конечно, не особо хорошо Но тем не менее Там разобраны различные виды запоров Все рассказано, что, как, откуда Вот, ни один там вид и ни одно там питание Плюс, плюс, значит, вот эти салаты Значит, когда мы человеку, который особо ничего не знает, что-то там советуем Вот, допустим, ага, есть действительно салат метелка, который там состоит из капусты Из морковки, из свеклы, сырой, немножечко масла добавляете и вперед Не каждый человек его съест Не каждый человек съест А вот важно, чтобы для того, чтобы и работал желудочно-кишечный трак Нормальненько, должна быть где-то, ну, хотя бы половина Различные вот зелени, салата А остальное там что-то такое добавляете И я примерно, примерно вот такой салат и сделал То есть, не хочу сказать, что это там строго там вот от запоров Но тем не менее, это уже шаг к тому Что человек начнет выбираться из этой ямы неправильного там питания Салат, основа салата Далее вы добавляете А зачем действительно майонез добавлять? Да майонез там добавляется для того, чтобы Вы могли съесть эту зелень Зелень вы не съедите Вы будете приучать себя к ней долго-долго-долго И в конце концов, эта пресная пища вас отобьет Если вы научитесь употреблять ее с какими-то майонезами Не обязательно там это покупной Вы можете сделать эти майонезы сами О которых там отчасти там рассказывают Вот для того, чтобы это вам было вкусно Вкус играет большую роль в нашем пищеварении В перистальтике Плюс вот эти вот майонез с жирком и так далее Там содержится значит что там и яичный желток И содержится значит масло Обладающее желчегонным эффектом То есть запоры часто возникают Из-за того, что плохо выделяется желчь Так вот как раз желчегонный эффект будет отличный Именно от майонезика Немножко его добавлять до вкуса Значит, основа Это растительная там клетчатка Вот такая мягенькая Она должна быть Потому что если клетчатка будет грубая У некоторых от этой грубой клетчатки Вместо запора могут возникнуть свои собственные там проблемы Несварение, газообразование и прочее-прочее И человек, пытаясь избавиться от одного И то не вылечивает, грубо говоря И получает новые какие-то проблемы Думают, ну вот А тут что там есть? Там есть там какие-то креветки Да, есть немножечко креветков Есть этот самый Куриная там рудка То есть это все правильно сочетается с листовой зеленью Салат Листья салата мягенькие Более-менее клетчатка То есть это Не хочу сказать Если там строго там как-то На 100% говорить Или с позиции там Ну допустим Ну допустим Совмещение продуктов Вот Не совсем будет Но я считаю где-то на 90% Это будет то, что надо Обыкновенному человеку Чтоб он начал К этому делу Привыкать И нормализовать свое пищеварение Зелень есть? Есть Зелень сочетается хорошо С белковым продуктом Есть? Есть И немножко майонеза Для вкуса Чтобы это все Можно было съесть Вот Значит Как-то это подействовало Подействовало Либо Александр Дон Очень строг Он так вот Все это Видит строго Так И Ему какой-то значит Вот Отход от Или отступление От этого Кажется вот таким вот Предательством Да? В программах Московского ТВ Программы Московского ТВ Московского ТВ Не хочу я сказать Что в Московском ТВ Вот программу Первого канала Малахова Плюс Вы не смотрели? Вот о чем она там Тысячу с лишним программ Мы как раз говорили О О здоровом образе жизни О народной медицине О натуропатии Куча-куча всего Что касается Дальше ТВ Уже Московский Там Они преследуют Свои собственные цели Но вдобавок Я на них не пытался Там что-то там сделать Я там был Не главным А как соучастником Там Таким И не поддакивал А говорил Что-то там свое Это насколько Сделать из себя Шоумена Шоумена Вот такие вот Знаете Конечно Сознание Обладает такой особенностью Она вот Знаете Поскакала Что-то там тебе Говорит Что есть Чего нету Какие-то догадки И человек уже Накручивает себя Накручивает себя Шоумен Моумен И так далее Я никогда Не стремился К этому А меня Вытолкнули На первый канал Просто-напросто Взяли Вытолкнули Там я уже Не знаю Там Шоумен Не шоумен Там проявился Пришлось поработать Вам не стыдно Про салаты От запоров Нет Не стыдно Тем более Сама передача Сама передача Рассказала Об этом Наиболее полно Нежели Какая-то другая Передача В интернете Или любой ценой Надо заработать На рекламе Да нет Не на рекламе Вот заработать Любой там ценой Тем более Если Была Ну Будем говорить Цель заработать Я бы Не выложил Бесплатно Книги В которых Собрано Общечеловеческое знание Я не говорю Что это мое знание Кстати Вы можете Почитать И сравнить Книжку Герберта Шелтона Я его уважаю Книжка Нормальная Вот с моим С моей книжкой По голоданию Вот просто Сравните Книжка Я говорю Хорошая Ну вот Вы сравните Мою книжку Так Вспомните Что писали В своих Пяти томах Помню Помню Я их купил Так Сын Великого Гуманистов Продолжаем Теперь Слушаю Ваш Суконный Язык Суконный Язык Интересное Выражение Возникает Сомнение Об авторстве Вот то Что я сейчас Рассказываю Не знаю Какие у вас Там сомнения Возникают Об авторстве Комментирую я Опровергаю Что-то новое Рассказываю Или Все это Какой-то другой Человек Это делает А я Не знаю Как Я потом Подошел В камеру Заглянул И сказал Я там Автор Это все Я там Сказал Не знаю Как Вот Люди Это Так Салат От запора Который Гремучая Смесь Нескольких Видов Белков Ну Сколько Белков В Одной Креветке В Другой Это Майонез А Этот Самый А Салат Что вы Салат Не Не Учитывайте Ну Вы Хотя бы Посмотрите Что там Находится А потом Говорите Если Это все Было Без Салата Другого Дела Так Вы Предали Дело Учителей Теперь По-нищенски Просите Перечислить Вам Деньги За ложь Да Вот Вот Теперь Вот Это Значит Это Церебная Кулинария Выложена Где-то Около Восьмидесяти Программ По Двадцать Минут Ну Кратко Некоторые Говорят О Петрович Ты тут Любишь Калькуляцию Делать Вот Смотрите Я сейчас Вам Скажу Видя Что Передача Пошла Не в ту Сторону Это Уже Доброго Здоровица Я Принимаю Решение Принимаю Решение Делать Целебную Кулинарию Для 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 Я Я Нем Нем Два К Ему Он Тоже Тут Где-то 250 Тысяч Под 300 Весь Этот Комплект Вышел Так, что еще Штатилы Все это стоит на штативах Они тоже деньги какие-то там стоят Плюс Вы видели ведущую у меня Я сказал, сколько Таня Она говорит, я стою столько там в месяц Пожалуйста То есть я не сказал, что Таня, ты стоишь меньше Оператору Что ты тоже стоишь меньше Ты сказал столько, пожалуйста, столько И мы начали снимать эти программы Я это все, естественно Мог бы просто-напросто потратить на себя Но я вот вложился в творчество И думаю, что оно дальше и пойдет Да? Когда программы были сделаны Я думал, что эти программы Купить какое-то телевидение И все, нормальненько там покроется Но телевидение Каналы, значит, у них Свои вещи Им это Они их особо и не видели И особо не понравилось Там свои люди сидят Желая Желая Продолжить эти программы Я обратился К зрителям Что если вы желаете Пожалуйста Потому что существует такое понятие Как Общественное российское телевидение Которое существует На общественные деньги Но эти общественные деньги Тратятся На усмотрение Допустим Директоров Куда они их направят На музыкальные программы На образовательные Или еще куда-то там На сериалы Если вам это интересно Пожалуйста Смотрите Если вам это не интересно Вы понимаете Вы даже и не требуете Люди и не требуют Чтобы показывали Полюбившимся им Передачу Малахов Плюс Вот ее нету И все Потому что Вот говорят Реклама Реклама А рекламы На рекламе Там канал особо не зарабатывал Он только там тратил А допустим Вот у Малышевой Программа Она зарабатывает На рекламе Того что Различные медицинские услуги И прочее Прочее рекламируют И Хорошие деньги За счет этого Существуют Ну не знаю Если он полезен Пожалуйста Смотрите Там Малышу Я Не возражаю Поэтому я обратился Именно К тем людям Которые Заинтересованы В этом Ну как практика Показала По-моему Один человек Что-то там прислал То ли 100 рублей То ли 300 рублей Все Больше Ничего не было Поэтому этот проект Этот проект Можно сказать Оказался Оказался законченным То есть 80 программ Вышло Может я еще там Сделаю А больше Все Нету То есть я Свои деньги Когда у меня были деньги Я тратил В данный момент Я на пензии И я На что Мамо так вот потратить Вот что у меня тут есть Я сделал Вот выложил Все Больше я ничего не сделаю Так И перечислять По-нищенски Просите Перечислять Вам деньги За ложь Ну если это Ложь Ложь Все Все Оказалось Ложь Да Вот Я даже не знаю Как тут все это Так прокомментировать Вот такая вот Концовка Значит Ну пожалуйста Если Грубо говоря Это ложь Читайте книги Шелтона Читайте книги Там Бреа Читайте книги Других авторов Ищите что-то Там в интернете И еще Чего-то Ну Чего-то Сюда заходить И Слушать То что Вам не надо Голодание спасет Вашу жизнь Да Это Шелтона И пусть она Станет настольной Действуйте Забудьте Дорогу к врачам Оказывается Оказывается Голодание Конечно Вещь хорошая Не без того Но существуют Еще такие Интересные вещи В жизни И важные вещи Которые На нас Влияют Особенно Допустим Эмоции Настроение И которые Могут Перечеркнуть Всю Работу Полезную Которую Сделал Голод Которую Сделало Правильное Питание Даже Движение Вот Они могут Все это Перечеркнуть Ну и Естественно Примером Я Приведу Вам Сурена Авакевича Акеляна Он Огромный Специалист Вопросы Голодания Был Профилактически Как-то Он назвал Профилактически Полезное Питание Профилактически Полезное Голодание Вот Питался Живыми Клетками Выглядел Очень и очень Молодо Там В свои 54 года Лет Допустим На 30 Примерно так И что Вышло Когда началась Перестройка Все его Вот эти Вот Труды Научные Оказались Тем Людям Которые Стали у власти Не нужны Он Затасковал И умер Поэтому Помимо Голодания Надо еще Уметь Как я говорил Возвышать Семья Учиться Радоваться Среди Всего Этого Семья